доброе утро друзья времени пол восьмого и я приехала уже в малагу потому что сегодня я еду на экскурсию с испанцами и теперь у меня квест где мне позавтракать ура ура мое любимое кафе гранер открыто все слава богу я спасена бегу на завтрак как видите мое любимое кафе открыто так что сейчас позавтракаю мне готовят кофе и поджаренный хлеб с помидорами и оливковым маслом это обычный завтрак у испанцев а теперь мы погрузились в автобус и отправляемся в город осуна это примерно 120 километров от малаги наша первая остановка это место археологических раскопок las canteras конечно такой великолепный фасад с барельефами производит сильное впечатление и напоминает египетские древние постройки это место иногда называют испанской петро и но на самом деле барельефы это новодел они появились лишь в 2004 году это великолепное пространство с высотой залов до 25 метров имеет уникальный микроклимат температура здесь всегда 22 градуса и на сегодняшний день это пространство можно арендовать для частного концерта для свадьбы для конференции конгресса вас контерос имеется 800 мест для проведения концертов и конгрессов а частые мероприятия могут принять до 1400 человек так что если кто-то ищет помещение для свадьбы добро пожаловать сюда на протяжении веков в этой местности добывался тесный камень из которого были построены дома дворцы церкви в музее собраны вещи и приспособления которые использовались для добычи камня благодаря своей оригинальности и исключительно хорошие акустики лас-кантрос стал местом проведения многочисленных мероприятий всевозможные телевизионные съемки показы мод концерты благотворительные мероприятия свадьбы очень популярное место рекомендую к посещению а теперь мы едем в город там у нас будет экскурсия по соборной церкви эту церковь санта мария дэйла асунсион можно посетить только в составе экскурсионной группы поэтому пока мы ждем начала экскурсии по собору пройдемся вокруг этот город является исторически художественным комплексом и здесь всюду ощущается дыхание истории где-то в окрестностях этого города выиграл свою последнюю битву юлий цезарь в сорок пятом году до нашей эры и в городе с многовековой историей есть интересные памятники художественные произведения оставшиеся от различных культур в 16 17 веках город оказался под властью герцога де асуна и тогда он пережил период наивысшего развития и великолепия представляете по этим улицам могли ходить римские легионеры поспешим на экскурсию это внутренний дворик церкви с непременными оливковыми деревьями интерьер церкви богато декорирован стиль ренессанс вот остатки старинных фресок на золото церковь не скупилась в музее выстрел большая коллекция картин и резных работ испанских художников 16 века при виде такого великолепия у меня просто был захватывает совершенно невероятно в подземелье находится усыпальница герцогов несколько лет назад в соборе асуны были сняты некоторые сцены из фильма игра престолов который я не смотрела несмотря на его шумный успех мы летом были в сплите в хорватии и там тоже была крепость где снимались игры престола но так как я не бог весь какой киноман то и место съемок большого интереса у меня не вызвала не было я в крепости обратила внимание на водопроводные краны в церкви о том, что теперь он был в Night's Day который стоит известен в гидер меню вот так что ты присмотрелся к церкви как это говорит ассалетий ассалетий важный объем по то 1959 в Дальше мы должны были посетить археологический музей, но он оказался закрыт, хотя по расписанию он должен был быть открыт. Ничего не поделаешь, прогуляемся по городу. Сейчас население города составляет около 17 тысяч человек. Ну, как вам дом престарелых? Субтитры создавал DimaTorzok Вот типичная испанская Пуэблабланка. Белая испанская деревня. Смотрите, какие здесь старые дома. Вот этот явно старый-старый дом. А вот какой требует реставрации. Конечно же, как и в любом уважающем себя городе Испании, здесь есть парк. Сегодня воскресенье, много отдыхающих. Парк является излюбленным местом отдыха горожан. Субтитры создавал DimaTorzok Испания Торзок Субтитры создавал DimaTorzok также многолюдно их во всех барах и ресторанах на этом я с вами прощаюсь спасибо за просмотр и до новых встреч